Продолжение следует... 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 Там новый начальник милиции за три года всех к ногтю прибрал. Желаю вам приятного аппетита. Сколько? Двенадцать лет. Привет. Ты диску хочешь? Чем же тебя угощать? Айнур. Да. Принеси даме яблоко. Айнур. Айнур. Неси банан. У нас нет бананов, Родион Ильич. Откуда у нас бананы-то? Я знаю, кого есть. Внизу возьми. Не здесь внизу, а в подвале у них. Там все есть. Сейчас банан тебе принесут. Алена, не позорь меня. С ногами за стол. Выгнать ее, Родион Ильич. Да ладно, чего ты, садись. Чего у нас новенького? С утра в парке шерстили какие-то солетные с наперстками. Ну, Юль и Чапай объяснили, что делать им тут нечего, разбили нас и отправили в Ялту. Днем на пляже был неприятный случай. Работягу из Харькова кто-то обул на все деньги в карты. Это я знаю. Он уже заявление написал. И еще летит приколь. Прощай, Артек, любимый, родной неповторимый. Твою красу и славу мы заберем с собой. Привет. Давайте сразу дальше, Сережа, начинай. Нам все дороги по плечу. Мы станем детскими врачами, а я к Сатурну полечу. А я разведчиком в Майами. Гордимся мы такой страной, где можно выбрать путь любой. Боря, я буду... Я буду расщеплять урок. Я в спорте Родину прославлю. Я напишу большой роман. А я ошибки в нем исправлю. Растем мы вместе со страной Счастливых, светлых, ярких судеб. И никогда, Артек, родной, мы в этой жизни не забудем. Молодцы. Перерыв пять минут. Только не разбредаться. Воду попили в туалет, бегали назад. Ась, ты поздоровалась с дядей Родионом? Здравствуйте, дядя Родион. Иди погуляй. Не хочу. Иди, иди. Нельзя все время читать. Книжка тебя будет ждать здесь. Случилось чего? С чего ты взял? Может две недели как не появляешься? Нет, просто занята была. Появился кто-то, скажи, что ты не ждал? А ты ждал? Алина, что происходит? Извини. Да нет, никого нет. Появится, я скажу. Мы уже договаривались. Сегодня придешь? Почему ты никогда не приходишь? Потому что у меня удобнее, у меня никого нет. У тебя дочь. Азейка рядом. Да, удобно. Какими судьбами, Родион Ильич? У нас все как договаривались. Цеховики, бобры, варье всякое, директор рынка, начальник столовой. Ну что мы не понимаем? Простой человек. Работает, копит весь год, чтоб летом на море поехать. Зачем его убирать-то? За что? Простой мужик из Харькова. Честный трудяга. Весь год трудился, копил, чтобы летом с семьей на море отдохнуть. Накопил, приехал. Только сегодня, пока его жена с дочкой были на экскурсиях, его на пляже кто-то нас и бабки обув, в карте. Не мои, Родион Ильич. Чем хочешь, клянусь, не мои. Чьи? А мало ли их сюда ездят. Ну же за всеми же не уследишь. Я понял. Ну так Чапаю и передам. Не может Боспин за всеми на пляже уследить. Понял. Зачем сразу Чапаю? Родион Ильич, реши ему проблему. Найдем паршивцев, вернем деньги. Завтра в 12 крайний срок. Внимание. Методист Алина Морозова. Срочно подойдите ко второй проходной. Повторяю. Методист Алина Морозова. Срочно подойдите ко второй проходной. А зачем нам ко второй проходной? Мам, грозит локоть. Раз, два, три, четыре. Наш отряд сильные, стрелые, ловкие, углубленные! – Алина Павловна? – Да. Следуйте за мной. – А вы кто? – С вами хотят поговорить. – А что, собственно, происходит? – А происходит, Алина Павловна, собственно говоря, вот что. Привет! Как я соскучилась! Где ты была? Я тебе писала. Письма обратно приходили. А мы адрес поменяли. Испугался ты мой муж Аркадий. Знакомься. Ну, не смотрите на меня так. Это она заставила меня вас пугать. Я вам поверила. Почему ты не писала сама? Ты знаешь мой адрес. Ты позвонила бы в Артек, и меня бы нашли. Я тебе все расскажу потом. Ну-ка, кто это у нас такой большой вырос, а? – Аркадий. – Ну, ладно, ладно, все. Ася, я тебя помню маленькой, с косичками. А вы кто? А я тетя Регина. У вас с мамой какая фамилия? – Морозова. – Ну, так у меня до замужницы тоже была Морозова. Иначе у тебя, получается, кто? В моем детском доме фамилию дали. Ну, так мне тоже в детском доме. У нас детдом был имени Павлика Морозова. И у всех детей, у кого вы не знали фамилии, давали фамилию Морозов. А зачем вы с дяденькой мамой напугали? А у нас с твоей мамой игра такая. Я с детства я пугаю, она боится. Понимаешь, я тебя тоже напугаю, а? Чего ты? Вась, ну, не дуйся. Я не люблю, когда голову трогают и пальцем живот тычут. Все, я обещаю, я больше не буду. Ну, не ревни, ну, что ты? Я тебя почти год не видела. Я вообще думала, может быть, никогда больше не увиделись. Хотела в отпуск поехать в Москву. Думала, если ты меня видеть не хочешь, только хоть на тебя на сцене посмотрю. А мы с Аркадием ушли из театра. Как? Почему? Ну, так получилось. Сколько? Да ел ты! А где вас только берут таких крохоборов? Вот где совести нет, а? Три червонцы на Ялте. Это вы слышали? Три червонцы на Ялте. Да я еще в таксопарку звоню, узнаю, кто у нас государства такие цены ломит, или таксисты такие борз. Похоже, наш фраерок. Три червонцы на Ялте. Совсем борзеет. Поехали. Три червонцы на Ялте. Товарищ, я куда? В Ялту? Садись третьим будешь. В червонец в носу. В червонец до Ялты? Не, я лучше на троллейбусе. Поедем уже? Нет. Слышь, мужик, я пятнадцать дам. За пятерку поедешь? Так это ж совсем другой разговор. Багальчик, а ты… Ага. Долго я еще ехал? Часа полтора. За скуки сдохнет. Может, в карты сыграю? Товарищ, в партейку? Я за любой кипиш, кроме мордобоя. Заглянулась в глаза. Часто закружилась голова. Зачем дева плачешь, зачем дева плачешь, зачем слезы льешь? Это вам не куриц вдоль забора гонять. Я у нас на шахте лучший игрок. А давай еще партейку. Должно же мне тоже повезти. Так. Ставлю трешку, хочу сразу отыграться. Ну, поддерживаю. А денег не жалко, пасота? Чего ты за корыта, а? Чего ты за корыта, а? А, братишка, выручай, а? Колесо пробило. Домкрат нужен. Есть у тебя? Помоги, а? А, братишка, выручай. А? 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 Нет, 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 нет. Нечего скрываться. Нет, ничего. Красиво. Эй, эй, эй! Отдай, эй! Отдай, эй! Как вы уже будете сейчас уходить по дату? Да. Как вы? А? Как вы уже смотрите ноги? Ну, ух, ну, приёме, и походите металл, как вы уже выигрывали. А ух ты... Как вы понимаете, Но все они толпой проходят мимо, когда увидишь, с моря и с гор. Иди, Гурзу! Тебя прекрасней вернее! Гурзу! Любой душе оставишь след! Живи еще сто тысяч лет! Гурзу! Все вместе! Гурзу! Тебя прекрасней вернее! Живи еще сто тысяч лет! Гурзу! Я люблю тебя! Гурзу! Гурзу! Звучит как тост! Гурзу! У нас рабочий день окончен. Имеем право. У Галины Петровны день рождения, я тебе говорил. Поздравляю, Галина Петровна. Спасибо. Садитесь с нами, товарищ капитан. Да нет, спасибо. Я на минутку дела ищу. Отдыхайте, товарищи. С ума сошла? А если бы остался? Сидел бы с таким лицом. Весь праздник испортил. Да не остался бы он. Молодец, Галь, все правильно сделал. Ну, ладно. Вернись. Молодые приходят. По нескольку лет стоят в толпе, ждут росту словами, а я через год уже в Джульетту играла. Везло. У нас в Летто Сизову играла, полтинник, а все девочка. Как-то заболела, и меня обвели. А на этот спектакль пришел какой-то известный критик и статью написал. А, да-да, я помню. Юная Регина Морозова в роли Джульетты. Пожалуй, единственное светлое пятно в этом спектакле. Жаль, она не смогла заразить своих партнеров по сцене. Живыми эмоциями и энергией, да, точно. А потом Чайка, я Нина Заречная. Что тогда началось? Какие интриги, сплетни. Я была любовницей главного режиссера, известного драматурга, секретаря горкома, еще кого-то, я не помню кого. Слава богу, Аркадий был рядом. Значит, я не знаю, как я бы все это пережила. Что потом? А потом еще интереснее. Наш театр курировал какой-то хряк из Минкульта. Енота фамилия. Ну, как-то выхожу из театра, он стоит с цветочками у машины, говорит Регину Павловну, поехали, ресторан заказан. Я говорю, да нет, спасибо, я как-то не хочу. Он говорит, что же вы так, со мной нельзя так разговаривать. Мол, ты есть тем и с этим, а мной брезгуешь. Ну, не хотите по-хорошему, давайте по-плохому. И взял меня так сильно за руку и потащил к машине. А Аркадий меня ждал на скамейке. Ну, дал в морду. Из театра нас поперли, другой не взяли. Ну, устроились дворниками, чтобы как-то комнату снимать. Господи, какие они там сикады, Регина. Ну да. А что потом? Потом начали пить. Ссориться начали. А дальше все было очень хорошо. Подработки начались. Какие подработки? Разные. Так. Ну, Итик, прекрати плакать. Я же тебе говорила. Слабых этот мир жирает первыми. Мне тебя жалко. Я тебе напишу заявление. Только попробуй. Иди домой. Входит, он жалуется. Иди, иди. Я кому сказала? А ты чего приехал? Ты ж дежуришь. Я здесь Мария по вызову. Соседи звонят, жалуются, крик на всю улицу. Что за скандал? Так это дед Митяй, он Юрку с Федькой на своем винограднике с копьем застал. Ну, мы уже разобрались по-соседски. Едь, дежурь. Я ж говорю, мы уже разобрались. Едь, дежурь. Могу я в дом войти? Что они там делали? В засаде лежали. Кого ждали? Крыса виноградная. Крыса виноградная. Тарас! Нельзя детей бить! А этот, Пифагор, где? Задачки решают, где ему еще быть? Бегите, не показывайтесь папе на глаза. Задачки, это, конечно, важно. А то, что у тебя братья скоро бандитами станут. Ты старший. Должен их как-то воспитывать. Воспитывать надо личным примером, а не бессмысленными нотациями. Что это за часы? Дядя Яша подарил. Какой дядя Яша? Не знаю, я его раньше не видел. Зашел, часы подарил. Пока я был на работе, к нам домой заходил какой-то дядя Яша? Мама просила тебе не говорить. Но я считаю, ложь унизительна. И долго он тут был? Он и сейчас здесь. Когда дед Митяй Юру Сведей привел, мама у него с рая спрятала. Могу я дальше решать? Да-да, сынок. Реши. Реши. Ты чего на работу-то не едешь? У тебя же дежурство до вечера. Тарас, ты куда? Тарас! Нас сладенькое потянуло, а? Ну-ка выходи за рублю. Ты чего сдурел, Тарасик? Это я, Яша Цыган. Ой, дурак, он же к тебе приехал, а тебе с ним нельзя обидеться. Ты еще подписку дал. Не успела выгнать, дед Митяй пришел. Вот я его и спрятала сюда. Ты что подумал? Да погоди, не ори ты. Ты чего приехал? Ну, как чего? Ты мне жизнь спас. Если бы не ты, меня бы уже не было. Ну, в лучшем случае, в тюрьме сидела. А так, приехала в Крым, дай, думаю, к Тарасику зайду, спасибо скажу. Подарки привез. Яша Цыган умеет быть благодарным. Банку поставь. Ну, он взрослый мужчина. Я взрослая женщина. И мы иногда встречаемся без обязательств. Отлично устроился. Ну, нет, почему? Мы оба так решили. Ну, мне-то не ври. Любишь его? Уйду я от вас, потому что никто меня здесь не любит. Ну что, Ася, я сначала твою маму пугала, а теперь тебя буду пугать. Тетя Регина. Какая тебе тетя Регина? Я Лиса Патрикевна. Уйди, Лиса Патрикевна. Не дам тебе мою девочку пугать. Мам. Потому что моя дочка самая хорошая, самая умная, самая красивая, добрая и сильная. Давай лучше дружить, Лиса Патрикевна. Ладно, разберемся с твоим Родионом. Рик, пожалуйста, не надо. Я тебя очень прошу, не надо разбираться. Слышишь? Слышишь? Она смеется. Смеется. Ну, она же ребенок. Она должна смеяться. Да я не помню, когда она в последний раз смеялась. Улыбнется, и то праздник. Привыкай. У Аркадия еще никто не грустил. Да, здорово, когда мужчины любят детей. А твой Родион не любит? Ну, при чем здесь Родион? Просто я подумала, странно, что у вас нет своих детей. Будут у нас дети? Обязательно будут. Спасибо. Улыбнется. Улыбнется. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Есть кто? Не ори, не дома. У нас беда. Сегодня на трассе ряпочек из Гурши заболели. Здесь Гурзов? Нет, на достроем километре. Так а я при чем? Чапай говорит, это не просто залетные, а ему метка. А у вас с ним вроде как договор. С чего он решил, что это ему метка? В такси чемодан оставили. Там два кирпича, тряпки, и книжка еще была. Ага, да и угадаю. Автор Фурманов, Роман Чапаев. Да, на дело что-то, вдруг снова начнется. Я не люблю, когда всякая шваль, дырявый мешок с дерьмом. Почеглазый клоун с мозгами кролика говорит мне, что надо делать. Это не я, не варь. Чапаю передаю. Еще раз вместо себя шестерку пришлет, речка не отделается. Я его в Турцию предоставлю. Смотри. Видишь? Во. И тебе что, ножом так? Да это шрам от операции, дурень. Вот входное. Видишь? Ого. Ага. Пуля в печени застряла, доктор сказал, что вообще чудо, что живой остался. Это хорошая примета. Будешь долго жить. Твое здоровье. Медаль показать? У тебя медаль есть? Ага. Давай. Ого. Можно? Ага. За боевые засуды. Это же как на войне. Ну. Ну как? Красивая? Мария, вы просто богиня. Ба-ги-ня. Спасибо, Яша. Слушай, а что ты с этим шляпой? Вы же как вроде друзья были. С какой шляпой? Со Стоцким, который нам всю жизнь исковерхал. Мария, ну не начинай. Выписали его из больницы. Сказали, выбирай, куда угодно могли поехать. Нет, поедем в Крым. Потому что Стоцкий в Крым поехал. Море детям полезно. И где оно море? У черта на рогах? Видим его раз в год. Нигде больше места не было. Только в Бахчисарае. Конечно. А ты и подумал, что место освободится, и он тебя к себе в Гурзуф возьмет. Да он и забыл, как тебя звать. Так, все. Считайте, что не спрашивал. Предлагаю выпить за мир во всем мире. Мария, вы богиня. Вот это мне все. Где уже? Да я добавлю. Можете спокойно пять дней жить. Тетя Эля только вчера уехала на свадьбу внука. Да, приедет, и мы разберемся. Ух ты. Ну давайте тогда совет да любовь. Я тете Эле спасибо за гостеприимство. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, я совсем забыла, что мы. Договаривались. А ко мне сестра приехала. Сможем? Здрасте. Родион. Я Аркадий. Очень приятно. Регина. Вы на нее не обижайтесь? Она не знала, что мы приедем. А вы проходите, присаживайтесь, выпьем, поболтаем. Все в порядке. Я на секунду, Полин. Все в порядке? Да, извините. Так, Родион, может завтречу? Отдыхайте, товарищи. Отдыхайте. Что в порядке? Он у тебя кто вообще? Он начальник милиции. Ух ты. Это же все Гурзовские милиции. Большой человек. Да, я сейчас приду. Родион. Подожди. Я, я правда не знала, что она приедет. Да, все нормально. Регина мой самый родной человек. Мы с ней выросли вместе. Я так хочу, чтобы мы как-нибудь посидели, пообщались, чтобы ты понял, какая она замечательная. Посидим. Обязательно. В другой раз, хорошо? Это ведь тот, про кого нам в поезде рассказывали. Ну, да. Надо его голос снять. Вдруг пригодится. Рика, ну я не господь бог. Видел его один раз, а то мелькан. Голос у него такой, не запоминающийся. Зацепиться не за что. Все в порядке. Отдыхайте, товарищи. Отдыхайте. Я только на секунду. Срочный вызов. Все в порядке. Отдыхайте, товарищи. Похож. Не, не, не. Ехать надо. Меня на работе уже потеряли. А Маша где? Детям сказку, наверное, читает. Потом спать лежит. Ей в пять утра вставать. Подарок мой. Возьми себе на работу. Ты там будешь с пидолой самый модный. Ну, поехали. Отвезу тебя до гостиницы. Ну, нет, там скорее всего номеров не будет. Для меня будут. Да ладно, что-то я вон здесь, на диванчике лягу. Только у меня же трое детей. Они всю ночь туда-сюда в сартерша стоят. Ну, что, тебя беспокоить будут? Поехали. Ты вообще зачем в Крым приехал? Лохов на пляж трясти? Ну, зачем и бежать? Я с этим завязал. Хочу в институт выступить. Изучать ИВМ. Ты сперва школу. Закончи, студент. Ну да. Сначала школу, а потом в институт. Нет номеров. У нас конференция. Ну, из брони дайте. Какую брони? Милицейской. Нет у нас никакой брони. Как нет? Должна быть. Выключить. Ты чё, дядь, открыть не можешь? Давай помогу. А? Давай, давай, вставляй. Угу. Молодец. Коля, Галина Петровна опять здесь. Я говорю, Галина Петровна опять у меня забрать надо. Давай быстрее. Родион. Я здесь, Галина Петровна, заходите. Родион. Нам надо поговорить, Родион. Ничего, что я на «ты». Ничего. Галина Петровна, вы посидите, а я вам сейчас кофе сварю. Ну, пью я ту, гадость. Иди сюда, да. Иди сюда, ко мне. Рядом. Я здесь. Родион, ну, так нельзя жить. Всё время один. Грустно. А я знаю, почему тебе так плохо. Тебе нужна женщина житью, которая о тебе заботилась и любила. Так любила. Никто тебя так любить не будет. Иди ко мне. Вину бьете, Галина Петровна? Вину пью. У меня есть. Давай. Сейчас принесу. Угу. Аккуратно было. Ручка, ручка, ножка. Есть. Спасибо. Жалко Галину Петровну. Завтра ей опять стыдно будет. А давай мы ей ничего говорить не будем? Может, не вспомнят. Родион как-то уснул, он начал говорить во сне. Я лежала, слушала, ничего не поняла. Но одно я слышала точно, он сказал, Лиза. Так ты спроси, что за Лиза. Регина, ну, мы не в тех отношениях. Хочешь, я спрошу. Ты с ума сошла? Не вздумай даже. Куда ты бежишь? Даже не вздумай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 О, брат, выручай, а! Стоять! Че стоять, дядь? Колесо пробил, Донград нужен, есть! Стоять, я держал! Э, э, все, убери, я понял! Берем машину! Понял, понял! Эй, 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 эй! Прошу вас, пожалуйста, быстрей! Пей эти таблетки, ехать надо, ждут все! Во сколько я вчера с днём рождения ушла? Не поздно, часов десять, нужно запить! А куда ушла не видел? Направо, налево! Вы переодевайтесь, я вас внизу в машине подожду! Только, пожалуйста, быстрее! Коля! Ты ж вчера дежурил! Никто не звонил? Насчет меня! Только не ври! Ой, ой, как стыдно! Да он и не злится вовсе! Он же понимает, что вы в таком состоянии, что вы вроде как и не вы уже были! Иди! 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 Ты че стоишь? Че стоишь жуешь сопли? Я все буду делать! Давай, давай, давай! Работай, работай! Я должен был ехать! Пашку попросил вместо меня! Считай, повезло! Наконец-то! Ну, где вас носят? Галь, я с кем вообще разговариваю? Да, Антон! Ну, как раз снимки сделайте, вон на том камне с кровью, пальчики поищите! А что пакет III с кровью за рельефами неприятная decorь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok